Прогнозы синоптиков неутешительные. В выходные столбик термометра приблизится к 30-градусной отметке. Небольшим спасением могут стать периодические грозы. Продолжительная жара отразилась на характере и количестве жалоб, с которыми жители обращаются к медикам. Причем страдают от жары люди разного возраста. За помощью обращаются и пожилые, и молодые. Что касается беременных девушек, пускай они планируют какие-то свои действия на весь день, чтобы они в жаркий период, где-то с 11 до 3, не ездили на трамвае и в автобусах. Было у меня двое девушек, которые были беременны, поехали на автобусе и приехали в итоге к нам. Чтобы вначале делали это все дня с утра, либо вечером, либо были с кем-то на машине. Здесь кондиционер, где-то есть с собой взять большую бутылку воды. Что-то кто-то мог присмотреть, помочь, если что. Как отмечают Владимир Серских, люди, страдающие от хронических болезней, довольно образованы. И большинство из них знает, как вести себя в жаркую погоду. Они стараются покинуть квартиру, оборудовать дом кондиционером и прочее. Отдельную категорию попадают люди, которые принимают алкоголь. Люди, которые принимали алкоголь и полежали где-то на травке, добывающие они в конце концов становятся реанимационными пациентами, очень тяжелыми. Лечить их тяжело очень, вплоть до дисфункции какого-нибудь органа происходит. Что делать во всю эту жару? Ну, как бы у нас редко бывает такое лето. Наслаждаться, конечно, этой жарой, этим солнцем стараться. Просто надо планировать свой день в эту жару, конечно, никаких там, не планировать активных своих действий. Употребление воды в большом количестве, одежда, соответствующая погоде, непродолжительное пребывание на солнце – это элементарные и универсальные правила, которые помогут сохранить нормальное самочувствие в жаркую погоду. Естественно, что спасаясь от жары, жители стремятся к водоемам. В жаркие дни число отдыхающих на центральном пляже озера Большие стропы может достигать сотни человек. По наблюдениям спасателей, большинство горожан умеют отдыхать у воды. Умеют правильно отдыхать, умеют правильно загорать, то бишь себя не перегревают, пьют воду. Вот у нас вода тут подведена, да. Ходит в шапках частенько, да. Если замечаешь, что очень жарко и напекает голову, одевает шапки. Чаще всего за помощью к спасателям жители обращаются с небольшими травмами – порезами, ушибами. Поэтому пластырь у них всегда наготове. Но это дополнительная помощь. Первой очередной задачей остается контроль за купальщиками. Инцидент был недавно на Вилнисе. Среагировали спасатели. Тонули две девочки. Насколько мне известно, 11 лет и 10 лет. Одна из девочек пыталась вторую подтянуть к себе, спасти, но была достаточно высокая глубина для такого возраста детей. И поэтому спасатели среагировали, подбежали к ним, схватили их и подтянули ближе к берегу. Но одна из девочек успела напиться воды, и начали у нее уже закатываться глаза. Она уже начала терять сознание. В итоге оказали первую помощь, и девочка пришла в сознание. Спасатели в очередной раз призывают родителей не оставлять детей у воды без присмотра, а самим не злоупотреблять спиртными напитками. Любовь Тран, Александр Федотов, телевидение Даутком.